Смоленская АЭС На Смоленской АЭС в работе два энергоблока. Общая мощность составляет 2083 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 3 с 1 января находится в плановом капитальном ремонте. За 8 дней февраля энергоблоками Смоленской АЭС выработано более 351 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 11 миллионов киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработка составила 1,88 миллиардов киловатт-часов, сверх плана 37 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В 2020 году благодаря концерну «Росэнергоатом» и федеральным профильным проектам в МСЧ-135 было поставлено новое медицинское оборудование. Оно уже смонтировано и введено в эксплуатацию. Наша медсанчасть участвует в ряде проектов, благодаря которым мы получили новое оборудование в уходящем году, смогли его вовремя установить и ввести в эксплуатацию. Это нацпроект по здоровью детского населения, это наше взаимодействие с концерном «Росэнергоатом». Важной новинкой медсанчасти стал современный цифровой маммограф. Это оборудование сменило устаревший аппарат. Качество снимков будет гораздо лучше, потому что это цифровые снимочки, не снимочки, а на плёнке. То есть можно увеличить изображение, можно отдельные участки увеличить, специально доктор будет смотреть, сравнивать. В рентгенологическом отделении установлен высокотехнологичный аппарат «Дуограф». С его помощью исследуются органы грудной клетки, костно-суставной системы, почек и брюшной полости. Одна из особенностей аппарата – вместо устаревших снимков теперь цифровое изображение. Прекрасно видна структура костей, лёгких. Можно увеличить, можно изменить яркость, контрастность. Потом все снимки, как каждого больного, хранятся на сервере. То есть мы можем этого больного быстро и все снимочки присмотреть в динамике. По программе «Женское здоровье» новое оборудование закуплено для гинекологического отделения. При помощи гестероскопической стойки врачи смогут проводить высокоточную диагностику женского здоровья и последующие операции. Также в гинекологическом отделении появился кальпоскоп. Раньше такого оборудования в больнице никогда не было. С января МСЧ-135 приступила к массовой вакцинации горожан от новой коронавирусной инфекции. Для хранения вакцины «Спутник Ви» закуплено дополнительное холодильное медицинское оборудование. Всего 8 единиц. Оно позволяет сохранить требуемый температурный режим вакцины от поставки до момента прививки. Пока не заполнено. Но мы ждём поступление. То есть у нас примерно рассчитана резервная камера для того, чтобы, если получится так, что выйдет какое-то оборудование из строя, предусмотрена резервная. По словам представителя медсанчасти, в ближайшее время ожидается приобретение компьютерного томографа. Средства на него уже выделены концерном «Росэнергоатом». На Смоленской АЭС прошли отборочные этапы чемпионата РИА «Скилз-2021». Всего в отборочном этапе чемпионата профессионального мастерства РИА «Скилз-2021» принимают участие 52 работника Смоленской АЭС, 40 конкурсантов и 12 экспертов. Восьми компетенциях. Лабораторный и химический анализ, дозиметрист, электромонтаж, эколог, электроника, ремонт оборудования, релейной защиты и автоматики, инженерное мышление, каракури, охрана труда. Не первый раз участвую в этом конкурсе, задания немножко усложнились. Лично для меня этот конкурс говорит о том, что нужно больше совершенствоваться, нужно больше читать информацию, подчеркивать ее практическим делом. Участие в конкурсе было моим личным выбором осознанным, так как я считаю, что это необходимо для как и личностного роста, так и продвижения по своей специальности. В начале февраля станет известен состав команды, которая будет бороться за звание лучших в пятом дивизиональном чемпионате профессионального мастерства. Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю, хороших вам новостей, до свидания.